Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Империи Зла. Ну что ж, хорошие новости! Подъехали! Теперь не только в эзотерическом смысле, ещё и действительно с трансферного рынка. Венделл никуда не уезжает. С Наполя оказался фейк, с Фламенго всё, затухли переговоры. Кто-то говорит, что теперь Венделл будет ходить пешком по полю, равнодушный. Я вам просто скажу, что в случае с Малклоном, который не перешёл в ПСЖ, говорили точно так же в этом январе, но Малком профессионал. И он вышел на поле отдавать всего из себя, чтобы его всё-таки продали. И сейчас, пока, по крайней мере, его действительно продали за очень большие деньги. И Венделл, я вам скажу так, он тоже профессионал. И да, он загульщик тот ещё, но он и в спортсминге в загулы уходил. Легче лёгкого, и всё равно потом выходил и выжигал. Это уже далеко не первый раз, когда он вот так гуляет у себя в Бразилии. Его и от основного состава команды остраняли в октябре 2019 года, ещё за год до перехода в Зенит. На целый месяц, представляете? И всё равно он выходил и выжигал. И после этого перешёл в Зенит. И в Зените добрых два с половиной года был мотором наших атак. Кто вам сказал, что Венделл не будет приносить нам пользу? Будет! Ещё как будет. Это первая хорошая новость. А вторая хорошая новость. Мы всё-таки возвращаем Сердара Азмуна. Ура! Тут вообще без всякого сарказма, без всякой там иронии. Потому что Азмун это реально топ для нашего чемпионата. Азмун это не просто топ. Я скажу, Азмун это символ Замкаде. Азмун это наш Замкадовый лучший бомбардир в истории РПЛ. Сейчас он на равных с Вагнерлавом, если его реально до Зенита довезут. Если он реально до Зенита заиграет, разобивается. Во-первых, самый первый гол за Зенит в любом турнире. Ах, нет, не в любом, только в чемпионате. Самый первый гол за Зенит в чемпионате. Выведет его на чистое второе место после говномеса. И он обгонит Вагнерлава. Сейчас они на равных. А если он разобивается, то у Азмун есть вполне реальный шанс обогнать Промеса. Давайте посчитаем, сколько голов Промеса забил в статусе лучшего бомбардира в чемпионате РПЛ. На данный момент. Один. Вот гол, который вывел его в лучшие. Это с пенальти в ворота Зенитов на самом матче 3-2. 2-3. Это голы в ворота коней. В ворота коней в 28-ом туре. Мог забить четвертого ворота Клифф, но Фролов стащил пенальти! Вот 4 гола. Четвертый гол Промеса забил в... Вот в этом вот матче с Балтикой. Промеса всего лишь на 4 гола опережает Азмун. На 4! Если Азмун поборется, он, конечно, сейчас травмирован, но в октябре вернется, если он раззабивается так же, как раньше, у него есть вполне реальные шансы вздарючить в открытой борьбе говномеса и вообще всех москва-баских легионеров. Вы представляете себе? Так что, с точки зрения Зенита как борца за замкатное счастье, вот этот вот трансфер, это будет однозначно плюс 1000 к карме. Я говорил как-то в комментариях в Телеграме, по-моему, канал в Зените, что плюс 100 к карме, но я сейчас скажу плюс 1000 к карме. И за возвращение Азмун я вот из двух рук, из двух возможных рук, тремя руками за. Вот я тремя руками за возвращение Азмуна. Он, возможно, не сразу, но он раскащикарится и принесет пользу. Техника-то великолепная. Как говорил Щерданцев про Магомеда Шапи и Сулейманова. Ну и опять же, тот же пример Промеса говорит, что после игры за рубежом, после возвращения, вполне реально набрать прежние кондиции, даже быть чуть лучше. Так что Азмун, если у него будет нормальный партнер по нападению, если, в принципе, у него будет нормальная такая среда вокруг, то вполне может вернуться на прежний уровень и забивать соперником пачками. Я думаю, что даже вот, если ничего такого не будет, то на уровне нашего РПЛ, на уровне наших соперников Азмун вполне может зарешать. И в контексте трансферов на вход, в нападение, это однозначно один из самых лучших выборов. Почему? Потому что это не какой-то бразильский кот в мешке. Это уже очень хорошо знакомый человек. Не просто хорошо знакомый, это уже легенда. Я еще раз повторяю, это наша замкадовая легенда. Легенда Рубина, легенда Ростова. Теперь вот легенда Зенита. И его возвращение, это в любом случае счастье и благо для всей России. Для всей замкадовой России. Ну и для Зенита это тоже благо, потому что мы прекрасно знаем, на что он способен. Мы прекрасно знаем, какие бомбические матчи он готов выдавать. Мы знаем его остатки, мы знаем его проблемы, да. Они тоже есть, как у всех футболистов. Но мы знаем о них. Мы не берем кота в мешке из Бразилии, просто потому что нам показали. А, ай, смотри, какой он охуин. Нет, мы берем уже проверенного годами, закаленного в боях футболиста. И вот это для нынешнего Зенита реально топ. Если действительно его довезут, я буду готов аплодировать стоя нашему менеджменту за такую погу.